Приветствую, дорогие друзья! Я не знаю, нуждается ли в особых представлениях Андрей Хунко, он уже был у нас на канале, я должен единственное, что подчеркнуть, что это интервью от 22 числа, поэтому он обсуждает возможность обмена, еще не зная, что обмен состоялся сегодня, да, но вы понимаете, конечно же, все так быстро движется в нашем мире, что иногда не поспеваешь. А вот все остальные вопросы, мне кажется, ну, потрясающе интересно то, что в Европе есть политики, которые видят проблемы вот так вот. Вы сказали, что сегодня встречались с главой Министерства иностранных дел Украины. О чем вы говорили? Во-первых, добро пожаловать в Ахен, в мой избирательный округ и родной город. Я вернулся недавно из Берлина, где сегодня утром была встреча немецких и украинских парламентариев, где в том числе был и глава МИД Украины. В основном говорили о нормандских переговорах. Он рассказал детали, как все это было. Так как он, как глава МИД, конечно, принимал тоже участие в переговорах. Но в первую очередь мы говорили о медленном прогрессе выполнения договоренностей. К примеру, была договоренность по обмену военнопленных. Всех на всех. Это было бы, конечно, очень хорошо. Но, видимо, этого не случится до Рождества. Так как переговоры провалились вчера в Минске. Я спросил у главы МИД, почему так произошло. Но не получил конкретных ответов. Он только сказал, что всех на всех не будут обменивать. А обмен будет индивидуальным. Этого на этого, другого на другого и так далее. Поэтому не достигли договоренностей. А дальнейшие переговоры будут только в январе. Я спросил у него также про отмену моратория на куплю-продажу земли. Как известно, 12 лет назад в Украине был принят закон, который осложнял куплю-продажу земли, так как земля должна быть народной собственностью. И, так сказать, нельзя ее просто так продать. Теперь мораторий будет отменен, как сказал глава МИД. Я, конечно, спросил, кто же заинтересован в покупке земли. Я обеспокоен, что эти земли будут покупаться интернациональными концернами. Ведь мы все знаем, Украина знаменита черноземом. Украина была зернохранилищем СССР. Это все, конечно, будет алчность людей. К сожалению, глава МИД так и не ответил конкретно на мои вопросы. Я до сих пор не очень понимаю, каким конкретно будет этот закон. Все же я считаю, что это будет очень плохо, если Украина начнет продавать свою землю за бесценок. Да, все знают, люди бедные, у них мало доходов. Да и у Украины экономические сложности. И когда придут инвесторы и захотят купить там что-то, то купят по дешевке знаменитую украинскую землю. Это было бы очень проблематично. Игнорируются ли украинские интересы Германии при постройке Nord Stream 2? Должна ли Германия вообще учитывать украинские интересы? Во-первых, Северный поток-2 является даже для нас, Левы, очень трудной темой. Германия хочет перейти на экологически чистые виды энергии. Большая тема, климатические изменения. Когда-то все человечество должно перейти на экологически чистые виды энергии. И теперь вопрос в том, нужен ли нам газ. Нормальный газ лучше для окружающей среды, чем уголь. Поэтому мы говорим, что газ является временным, а не окончательным решением. Уже все договора по Северному потоку-2 подписаны. И я считаю, что было бы неправильно, если бы договора были расторгнуты ввиду давления со стороны США. Но я также считаю, что Германия должна учесть интересы Украины. Это и есть страх. Большой страх Балтийских стран, Польши, Украины. Это Германия и Россия будут делать что-то, обходя эти страны. Это все напоминает, в первую очередь, Польшу о Второй мировой войне. Это все будет страхи в этих странах. И эти страхи должны быть также приняты во внимание. Но может же быть, что Россия прекратит поставки через Украину. Что может тогда делать Германия или ЕС против этого? Ну, надо еще забирать этот газ. Конечно, Россия имеет интерес продать газ. У нас есть интерес забирать этот газ. В связи с этим, есть, безусловно, возможности для переговоров. Можно сказать, что мы хотим газ и через Украину. Но нас же ничего не обязывает. Да, конечно, сначала делаются договора, но мы не обязаны забирать этот газ. Поэтому хорошо иметь альтернативы, диверсификацию. С другой стороны, было бы проблематичным, если бы все шло через Украину. Тогда у Украины был бы, так сказать, потенциал для шантажа. Поэтому я думаю, что все необходимо уравновесить. Санкции США нельзя акцептировать. Это санкции, имеющие экстерриториальный характер, которые не имеют ничего общего с международным правом. Я не знаю, международная политика стала такой непредсказуемой, что я не хочу делать прогнозы. Все же я думаю, что немецкое правительство доведет до конца строительство Nord Stream 2. Что вы думаете о Зеленском? Я был очень рад и даже поздравил его. По сравнению с Порошенко, Зеленский кажется тем, у кого есть большой интерес достичь мира. Он даже проводил предвыборную кампанию и был избран, среди прочего, для достижения мира. Конечно, он еще и является совсем новым лицом на политической арене. Даже общественный климат изменился после агрессивной риторики Порошенко. Я очень жестко критиковал Меркель, так как она в промежутках между первым и вторым турами выборов встретилась с Порошенко, но не с Зеленским. К примеру, Макрон встретился и с одним, и со вторым. Кстати, я разговаривал с работниками Ангела Меркель про Украину. И они сказали, что про некоторые улучшения на контактной линии, где сейчас есть уже проездные пункты, или были какие-то другие договоренности, нам говорил Порошенко, что это все невозможно. Пришел Зеленский, и сразу все это стало возможным. Даже несмотря на некоторые трудности в нормандском формате, я думаю, что все это было позитивно, и без Зеленского было бы невозможно. Конечно, Россия тоже играет свою роль, и много чего можно критиковать. Но я думаю, что Зеленский для Украины является продвижением вперед касательно конфликта на востоке страны. У меня только большая обеспокоенность по поводу экономической политики. Мы уже говорили про приватизацию Земли, про этот неолиберальный концепт, который внедряется под давлением Международного валютного фонда. Я крайне обеспокоен по этому поводу. Как думаете, будет ли новый Майдан? Какой Майдан? Были протесты, в первую очередь, националистических сил, которые боялись, что Зеленский предаст Украину на встрече в нормандском формате. Этого не произошло. Протесты, по-моему, прекратились. Этот националистический Майдан, не думаю, что это... Думаю, что в Украине большое недовольство по поводу социальной ситуации. Думаю, что Зеленский также не решит социальные проблемы с его нынешними концептами. И не ясно, эти люди покинут страну, или будет новый Майдан из-за социальных вопросов. Думаете ли вы, что Украина войдет в состав ЕС? Мы в прошлый раз... Нет. Это самое большое недоразумение. По-моему, я говорил об этом в нашем прошлом интервью. Нет никаких перспектив для членства в ЕС для Украины. Был договор об ассоциации как часть политики восточного партнерства. Этот концепт не является дорогой в ЕС. Скорее, это создает специфический статус, как сфера влияния для ЕС. Восточное партнерство и договор об ассоциации не являются шагом к членству в ЕС. Это просто альтернативный концепт. А что от этого этим странам, которые подписывают договор? Ну, появляется сфера влияния. Как у США есть сферы влияния в Латинской Америке, так и у ЕС. Но это никак не предусмотрено, что эти страны войдут в состав Евросоюза. Я тогда говорил с Азаровым. Он вел переговоры с ЕС в 2013 году. Он говорил, что Украина не была против ассоциации. Но хотела трехсторонние переговоры. То есть, они хотели, чтобы и Россия была на переговорах с ЕС. Этого не хотели комиссары Евросоюза. Потом они, правительство Азарова, хотели компенсации. Так как, если бы они подписали ассоциацию, то были бы массовые, массивные экономические потери в восточных областях Украины, где была хай-тек-индустрия в то время. Они еще хотели, чтобы в соглашении об ассоциации был внедрен пункт о перспективе членства в Евросоюзе. И этого не хотел Евросоюз. Так как это другой концепт. Хотелось просто создать зону влияния. Украина должна была стать, или уже сейчас является, сферой влияния, но не равноправной страной. ЕС и так сейчас в кризисе. Внутри ЕС есть сильное сопротивление. К примеру, Франция не хочет в скором времени принять новые страны в состав ЕС. И настроение в обществе, показывает на улицу, он имеет в виду немцев, является очень сдержанным, когда дело идет о том, чтобы принять новые страны в состав ЕС. Поэтому я думаю, что членства в ЕС не будет в течение следующих как минимум 20 лет. Многим нашим людям, которые хотели задать вопрос Порошенко, угрожали или нападали на них. Нашу журналистку брутально пригласили на допрос в центре Киева, по сути похитили. Об этих событиях не было новостей в Германии. Мы хотим спросить, как вы думаете, каковы причины замалчивания со стороны немецких средств массовой информации такого рода событий, которые происходят в Украине? Безусловно, Германия была очень близко связана с режимом Порошенко, с правительством Порошенко. И я даже сам делал запросы, кстати, даже по поводу Анатолия Шария. Я организовал конференцию два года назад в Бундестаге про СМИ в Украине. Ни федеральное правительство Германии. Ни немецкие СМИ не проявили интереса к освещению этих тем. Это все просто не подходит к уже заранее обрисованной картинке. Обрисованная картинка, Майдан, революция достоинств, демократизация Украины во времена Порошенко. Все, что не подходило, было подавлено. Но почему это делают СМИ? Они же должны быть независимы. Во внешнеполитических вопросах это все не так. Во внутреннеполитических вопросах СМИ проявляют независимость. А во внешнеполитических вопросах они служат немецким интересам, скажем так. Еще хуже. Некоторые СМИ делают даже политику. То есть не то, что журналисты разоблачают что-то, а именно начинают работать над своими представлениями. В вопросе Украины это было очень явно, так как они очень односторонним образом освещали события. Более того, СМИ даже, так сказать, вели за собой политику федерального правительства. То есть не то, что правительство контролировало следствием массовой информации, а именно СМИ давили на парламент и на правительство в нужную сторону. Это было во время Майдана. Майдан был тут очень-очень идеализирован. В принципе, это было на 180 градусов от того, что делали российские средства массовой информации. Должен заметить, ни то, ни другое не является правдой. Такое освещение ситуации привело к большим проблемам в Германии. Один-два года после Майдана были опросы, где немцы отвечали, какое у них доверие к разным институтам. К судам, к парламенту, правительству, к средствам массовой информации. Доверие к судам было, к примеру, очень высоким. А вот к средствам массовой информации доверие сильно упало. На вопрос, почему доверие такое низкое, ответ был освещение ситуации в Украине. Я представляю, что случилось бы, если бы в Германии журналиста, брутально засунув машину в центре города, похитили бы. Имеется в виду Антонина Белоглазова, которую похитили с улицы. Абсолютно верно. Но это же внутренняя политика. Если бы это было на немецких улицах, то да. Ну, или во Франции. А вот или в Польше. Это основывается на том, и даже сегодня, во время встречи групп парламентария в Берлине, это было темно, что мы должны поддержать Украину после так называемой революции и Майдана. Мы должны сделать все, чтобы стабилизировать Украину. И миллиарды евро уже были потрачены на Украину. Если что-то такое случается, как вы рассказали, когда человека крадут спецслужбы и так далее, что полностью противоречит уже заранее обрисованной картинке, что якобы Украина хочет освободиться и стать демократической, правительство Порошенко было якобы символом этого, как тут всегда освещалось СМИ. Поэтому все умалчивается. И, кстати, если кто-то и освещал такие события в Украине, тот сразу становился русским агентом, даже в Германии. Меня самого так называли. Как вы думаете, является ли формула Штайнмайера решением украинского конфликта? Является ли Минск-2 решением украинского конфликта? В принципе, Минск-2 это единственное реальное, что вообще существует. Альтернатива этому только конфронтация. Формула Штайнмайера является частью Минск-2. Я не хочу сказать, что это является лучшим решением, но это единственный реалистический путь решить проблему. Поэтому мы поддерживаем формулу Штайнмайера. Думаете ли вы, что недавняя эскалация между Россией и Германией за убийство в Берлине, приведет переговоры в тупик? Убийство было в августе. Высылка сотрудников российского посольства была 2-3 дня до встречи в нормандском формате. Когда я прочел эту новость, я подумал, что кто-то хочет помешать этой встрече. А кто? Ну, очень сильные спецслужбы. Я не хочу сейчас говорить, что я знаю, что это были именно они. Но у них, Федеральная разведывательная служба, имеется в виду БНД, бюджет 1 миллиард евро. У них столько же работников, как и у МИД. Я не хочу утверждать, что это были именно они. Но это просто государство в государстве. Как и в Украине, службы безопасности Украины. Никто не знает, кто кого контролирует. И в итоге есть силы, у которых иные интересы. Которые, к примеру, в интересах Соединенных Штатов Америки хотят обострить ситуацию. Они сидят в Министерстве иностранных дел, в СМИ, везде. Есть целые сети, работающие в этом направлении. Поэтому, думаю, не все, что является официальной политикой Германии, является идеей Ангела Меркель. Ангела Меркель сказала на нормандской встрече, что есть начальное подозрение федерального прокурора. Не более и не менее. Из-за начального подозрения нельзя же высылать дипломатов, обосновывая это тем, что русские не идут на сотрудничество. Я спросил в Бундестаге. И ответил, у меня сейчас там бюро. Что же это значит? Не сотрудничали. Ответили, что русские не так быстро ответили на запрос. Разве в такой ситуации высылка дипломатов за 4 дня до встречи в нормандском формате это подходящая реакция? А что с Крымом? Акцептирует ли ЕС аннексию? Является ли это аннексией? Что-то везде умалчивается про Крым. Но это была аннексия не в классическом смысле. Классическая аннексия это когда вводится армия против воли народа. Так не было в Крыму. Русская армия уже стояла в Крыму. И они провели антиконституционный референдум с поддержкой армии. По украинскому законодательству это было нелегитимо. Да, это было с поддержкой армии. Но не в том смысле, что они заставляли людей идти на выборы, а скорее просто гарантировали проведение дифферендума. Воссоединение Крыма с Россией противоречит также международному праву. Акцептирует ли это Запад? Я думаю, что всем политикам на Западе ясно, что Россия не вернет Крым. Для этого нужна большая война и никто на это не готов. Но Запад не примет этого. Есть две возможности, которые лично я вижу. Можно еще раз провести референдум под международным наблюдением и так далее. Скорее всего, большинство проголосует за воссоединение с Россией, как и в 2014 году. Но это были не лучшие условия для референдума. Да, это были не лучшие условия для референдума, но там скорее всего было большинство все-таки завоссоединений. И второй вариант, что более вероятно, это как Запад относился к Балтийским странам после аннексии в 1940-ом. Там была классическая аннексия против воли народа. Запад никогда не признал Балтику как часть СССР. Запад думал, что проблему не решить и, так сказать, переложил проблемы на потом. Я думаю, что про Крым постепенно будут говорить все меньше и меньше. Нравится нам это или нет. На данный момент есть желание, к примеру, Франции и Германии кооперироваться с Российской Федерации. Крым никогда не признают. Никогда. Но уже не так много будут говорить об этом. Это мой прогноз. И тогда нужно посмотреть, как решить конкретные проблемы. Бохум является городом-партнером Севастополя. Как они будут сотрудничать? Нужно найти какие-то возможности для сотрудничества. без того, чтобы войти в большую политику. Я спросил у федерального правительства про сайт Миротворец. Являются ли, должны ли угрозы, которые находящиеся на этом сайте Миротворца, являются поводом для предоставления убежища украинцам? А я думаю, что должны. Я хочу, чтобы федеральное правительство дало ответ на мои вопросы. Я считаю сайт Миротворец позором для Украины и считаю, что нужно делать все, чтобы этот сайт прекратил существование. На прошлой неделе сайт был два часа оффлайн, и именно в этот промежуток времени я спросил у федерального правительства, эй, что там с сайтом? федеральное правительство ответило, что это заслуга их постоянных протестов против этого сайта. Сейчас сайт опять онлайн, и я спросил, так что же является правдой? Я крайне благодарен нашему товарищу, да, я могу сказать, товарищу, который без просьб вписывается за наших журналистов, которому не надо стучаться в дверь для того, чтобы он просто оказал дружескую помощь, задал вопрос федеральному правительству и так далее. Большое спасибо. Я надеюсь, что мы все можем благодарить таких европарламентариев за их желания помогать нам делать нашу страну лучше. Пока.